События культурной жизни Верхней Волжья. Начнем с материала нашего корреспондента Анастасии Новичковой, рассказывающего о празднике, который объединяет всех, кто связан с книгой, чтением и библиотекой. Но это не только профессиональный праздник библиотечных работников, а еще и тех, кто посвятил свою жизнь сохранению и развитию отечественной книжной культуры, а также всенародный праздник тех, кто любит и ценит книгу. 27 мая отмечается Общий российский день библиотек. Мы решили узнать у тверичан, как часто они посещают библиотеки и какой формат чтения выбирают для себя. Я думаю, нужно, чтобы было актуально. Дети у меня ходят в библиотеку, заставляю. Ну и в школе говорят, давайте, учитесь, читайте. Считаю, что в библиотеке очень нужно ходить, всем советую, потому что это потрогать, понюхать. Ну, и мне кажется, больше усваивается с бумаги, чем с экрана. Осенью у нас там проходили семинары по истории, и мы туда, в принципе, захаживали, чтобы взять литературу на эти семинары. Это актуально для романтиков, которые хотят прочувствовать чтение как процесс, мне кажется. Пережиток прошлого. Именно те библиотеки, куда ты должен приходить по факту. Самый удобный скилл, чем мы пользуемся чаще всего, это онлайн-формат. Ну, именно в университете. Касательно школы, я думаю, что это все-таки должны быть учебники бумажные. Ну, так лучше усваивается именно для школьников, потому что они развивают именно краткосрочную память, если говорить даже о выпускниках. Ну, а как без библиотек? Тем более наши дети, молодежь сейчас, я считаю, обязательно. Хоть сама читаю сейчас мало, в силу того, что зрение, но я считаю, обязательно. Я, например, к интернету так отношусь, отрицательно, можно сказать. Все-таки книга – это книга. Буквы надо, картинки смотреть, иллюстрации. Как? Надо знать. Приятнее в руках держать книгу, чем телефон. Ну, я не читаю книги, у меня там на приятии просто мы ходим, занимаемся. Занятия у нас там проводят. Наши занятия сначала обсуждаем, нам рассказывают все, а потом мы там занимаемся, танцуем, песни, хором поем. Библиотеку хотеть надо. Большинство прошлых тверичан считают, что посещение библиотек необходимо, поскольку бумажный вариант лучше воспринимается читателям и развивает мозг. Но сторонники электронных книг утверждают, что современные гаджеты для чтения гораздо лучше, так как не занимают много места, значительно уступают печатным изданиям в цене и, главное, не вредят экологии. Но формат каждый для себя выбирает сам. А библиотека, несмотря на появление современных гаджетов, по-прежнему остается храмом знаний и частью нашей истории и культуры. Субтитры создавал DimaTorzok